В общем, привет, друзья! В сегодняшнем ролике я хочу сравнить две флейты. Одна из них моя китайская флейта, которую я уже как-то показывал. А вторая флейта корпорации Yamaha. Казалось бы, уровень у них не сопоставим, потому что Yamaha изначально должна быть намного лучше, чем китайская дешевая флейта. Но, тем не менее, можно попробовать их сравнить и посмотреть, что они из себя представляют. Итак, друзья, что касается инструментов, которые мы сегодня рассматриваем. Вот в чем преимущество дорогих брендов? Это в том, что на любом языке мы можем получить информацию. Вот перед нами, пожалуйста, русскоязычный сайт Yamaha, где представлен модельный ряд флейт Yamaha серии 400-300-200. Вот мы можем посмотреть, что наша сегодняшняя модель Yamaha 212 находится в самом низу модельного ряда. То есть это самая простая, самая, так скажем, доступная модель флейты. Вот. Что здесь довольно мне показалось интересным, то что эта модель доступна не во всех странах. То есть, например, вот, если мы посмотрим на сайт Yamaha американский, то здесь самая доступная, самая первая модель Yamaha будет уже под номером 222. Вот. А, кстати, сколько же стоит самая доступная флейта производства Yamaha модель 222 на американском рынке? Ну вот, пожалуйста, американский магазин. И цена у этой флейты, повторюсь, у самой доступной флейты корпорации Yamaha 1000 американских долларов. И дальше уже пошло-поехало 1200, 1300, 2000, 2000, 2800, 6000, 9000, 11000. Ну и конца края не видно. Ну это, конечно же, все профессиональные модели. Я их посмотрел ради любопытства. Вот. Мы на такие горизонты заглядываться не будем. В общем, наш сегодняшний потолок это ученическая, самая доступная флейта производства корпорации Yamaha. Что интересно, что мне показалось интересным и достаточно необъяснимым, то, что на американском рынке флейты Yamaha стоят дороже, чем на европейском. То есть, например, если мы посмотрим на аукционе eBay, сколько стоит флейта модели 212, то мы видим, что вот цены здесь 890 долларов, 900 долларов, 770 долларов, это поддержанная, 718, поддержанная. Вот. Что же касается вот этой модели, которая проскочила, это вот уже близко к европейским ценам, 625 долларов. И почему такая разница? Вот. И, кстати, хочу обратить ваше внимание на еще одну флейту на аукционе eBay. Новая Yamaha, 212, 160 долларов. Ну, я специально показываю вам эту модель, чтобы вы случайно не купили китайскую поделку по оригинальной цене. Одно дело, когда вы знаете, что берете поделку и покупаете ее за 160 долларов. И другое дело, если вдруг случайно вы купите себе китайскую поделку по цене оригинального продукта. Так вот, самое доступное предложение здесь 625 американских долларов. Вот. А если же мы посмотрим, сколько стоит эта модель, например, в английском интернет-магазине Norman, достаточно таком известном, то вы увидите, что цена ее где-то в районе 500 английских фунтов, что эквивалентно где-то 550-600 приблизительно американских долларов. То есть, в Европе эти флейты почему-то дешевле. Вот. Это довольно странно. Вот еще, например, пожалуйста, европейский. Видите, Yamaha Music London. И здесь, пожалуйста, цена 475 английских фунтов, что тоже где-то равняется 500-550 долларов. Вот. Но это, как мы уже с вами говорили, самая доступная, самая недорогая, самая первая модель корпорации Yamaha. Самая недорогая модель флейты корпорации Yamaha. Вот. И ее начальная цена, самая дешевая, которую я нашел в интернете, вот 475 английских фунтов, что где-то эквивалентно 520-550 американских долларов. Так вот, почему же на американском рынке эти флейты дороже? Не знаю. Может быть, вот господа флейтисты внесут какую-то ясность. Если у вас есть какие-то свои соображения, прошу, пишите в комментариях. Так вот, что же касается второй флейты, которую мы сегодня рассматриваем, китайского производства, то давайте пройдем на сайт Алиэкспресс и посмотрим на цены, которые нам предлагает китайский производитель. Вот. Прошу вас обратить свое внимание вот на эти флейты. Мне они сразу понравились и, думаю, они понравятся, безусловно, детям. А в первую очередь, девочкам, конечно же. А это является очень большим дополнительным аргументом в плане, когда вы предлагаете своему ребенку заняться музыкой. А ребенок ваш колеблется или сомневается или ленится. Вот. Если вы еще в это время дадите ребенку инструмент, который ему не понравится визуально, то ребенок будет сопротивляться вдвойне. Если же вы дадите ребенку инструмент, который ему понравится, в первую очередь, как игрушка, мы сейчас говорим о маленьких детях 6, 7, 8, 9 лет, вот, то для него это будет дополнительным стимулом в плане освоения инструмента. Ну и посмотрите, какая это, какие красивые инструменты. Начальная цена у этих флейт 66 долларов. Что такое цена 66 долларов? Практически ничего. Это, в общем-то, обед, сегодняшний обед в европейском ресторане. Вот. Поэтому в данном случае, когда родители делают свой выбор, делают свой выбор, какой же инструмент купить ребенку флейту или, скажем, скрипку или фортепиано. И вообще, стоит ли ребенку заниматься музыкой? И встает вопрос о покупке инструмента. Ведь это же деньги, которые нужно вынуть из семейного бюджета. Если, например, в школе, где учатся ребенки, ему дают школьную флейту, это хорошо. Но если родители должны купить инструмент, то вот согласитесь, что покупать флейту Yamaha для начинающего ребенка за минимальную цену 550 долларов. Или вот такую красивую флейту, которая будет стоить 66 долларов, да, ну, скажем, 70, хорошо. Согласитесь, что разница более чем почти что в 10 раз. Вот. И если, что касается инструмента Yamaha, очень вы будете переживать за этот инструмент, как бы ваш ребенок его не погнул, не сломал, чтобы потом можно было бы его, например, продать. В данном случае об этом инструменте можно совершенно не заботиться. Даже если ребенок его поломает или что-то случится с этой флейтой, это не будет так бить по кошельку. Ну, сломал и сломал. Вот. Я предвижу возражения скептиков, которые будут говорить, что эта флейта, скорее всего, не играет, что на ней невозможно извлечь ни одного звука, что у нее отвалятся клапаны, подушки, все повываливается. Я чувствую, что очень много будет таких откликов. Я думаю, что это все не выдерживает критики. Думаю, что эта флейта продержится тот срок, который необходим ребенку и родителям, чтобы определиться с выбором инструмента. Вот. На этот срок этой флейты хватит. Полгода, год она точно прослужит. А, скорее всего, прослужит и 3, и 5. А после этого уже, если будет сделан выбор в пользу профессионального освоения инструмента, уже с чувством, пониманием того, какая флейта нужна будет на следующем этапе освоения инструмента, можно будет уже подумать о покупке другого инструмента. На начальном же этапе, мне кажется, это очень хороший выбор. Если же будет у вас такое, скажем, желание купить флейту чуть подороже, я вот уверен, что на китайском сайте Алиэкспресс все инструменты, в первую очередь, можно определить качество этих инструментов по цене. Вот. Здесь флейта будет в два раза дороже. Я думаю, что она будет не в два раза лучше. Она будет примерно такого же уровня, как вот эта флейта. Но она будет, ну, наверное, более, чуточку более качественно выполнена. И вот. Но в плане того, насколько легче будет на ней производить звук начинающему флейтисту, я думаю, что это будет примерно одно и то же. Разница в первых шагах по освоению инструмента не будет велика, будь то флейта за 66 долларов, за 86, или за 120 долларов, либо за 500 долларов. Это будут одинаковые ошибки и одинаковое будет движение вперед. То есть первые буквально шаги, как произвести звук, как держать, как сформировать амбушюр, как работать дыханием. Все это можно делать на недорогой флейте, я в этом больше чем уверен. Это относится ко всем без исключения музыкальным инструментам. Друзья, вот еще одна флейта на сайте Алиэкспресс, которая, в общем-то, легко может вести в заблуждение людей, которые хотят купить флейты своим детям или самому себе, но не разбираются в продукции фирмы Ямаха. Например, предположим, что вам посоветовали купить флейту Ямаха, написали номер YFL, и вот вы заходите случайно на этот сайт Алиэкспресс и видите, вот же этот флейт YFL 471. Все прекрасно. И покупаете себе эту флейту, будучи в полном убеждении о том, что вы покупаете себе японскую флейту. Вот. Несведущие люди, они не пойдут на сайт Ямаха и искать, и сравнивать номера моделей. Но в данном случае мы с вами видим, что Ямаха не выпускает флейты 471, как я уже говорил, а выпускает 472. То есть разница всего лишь в единичку. Но для многих людей это послужит, как бы, они не заметят этой разницы и могут спокойно купить себе вот такую флейту, будучи в убежденности, что они покупают себе флейту Ямаха. Вот. Поэтому надо всегда об этом, как бы, думать, понимать, что за такую цену флейта Ямаха не продается за цену 170 долларов и даже за 200, и даже за 250. Как мы с вами видели, минимальная цена на флейту Ямаха составляет примерно 550 американских долларов и выше. Так что, друзья, да, на сайте Алиэкспресс можно купить нормальную себе флейту. Основной темой моих роликов уже давно является твердое убеждение в том, что китайцы производством своих музыкальных инструментов приобщили к миру музыки огромное количество. Огромное количество людей, начинающих и взрослых, которые хотели заняться музыкой, но у них не было просто денег купить себе хороший инструмент, нормальный, доступный, скажем так. Благодаря же вот нашим китайским товарищам практически любой желающий сегодня может купить себе любой инструмент. Флейту, трубу, тромбон, волторну, ведь раньше это было невозможно. То есть вы не могли себе купить инструмент, он стоил сумасшедших денег, его невозможно было найти. Сейчас это доступно любому. Вы можете купить себе, попробовать, вот, либо ваши дети могут попробовать, и либо продолжить свое музыкальное обучение, либо бросить это как определенный этап. Вот. И за это, я думаю, надо сказать нашим китайским друзьям спасибо. Итак, друзья, когда встает выбор, какой же инструмент приобрести для начинающего флейтиста, очень хороший, качественный инструмент знаменитой фирмы Yamaha за кругленькую сумму, либо приобрести недорогой инструмент китайского производства, неизвестной фирмы, вот, но за сумму несравнимо меньшую, этот вопрос, как всегда, остается на усмотрении того, кто будет покупать себе этот инструмент. То есть, если у вас есть возможность купить себе хороший инструмент, хорошего качества, то это, конечно же, очень здорово, потому что я всегда говорю о том, что настоящий музыкальный инструмент хорошего качества всегда лучше. Это безусловно, то есть не вызывает никаких сомнений. Но если такой возможности нет, а желание заниматься есть, то тогда спокойно можно купить себе недорогой китайский инструмент и начать занятие музыкой, совершенно не переживая по поводу того, что у вас инструмент, скажем, не Yamaha, а обыкновенный китайский недорогой инструмент. Это как с машинами. Вот вы хотите купить, вы хотели бы купить себе хорошую, качественную, престижную иномарку, но денег на это нет. Ну что же делать? Вы покупаете себе недорогой китайский или отечественного производителя автомобиль и спокойно на нем ездите, этот инструмент выполняет все функции. То есть у вас как бы остается в мечтах, ну вот когда у меня пойдут дела лучше или когда у меня встанет такая потребность, я перейду потом на инструмент, скажем, более высокого класса и более знаменитого производителя. Но это будет потом. То есть вы как бы ставите себе какие-то определенные горизонты. То же самое можно отнести к теме нашего сегодняшнего видеообзора. Начать можно с недорогой китайской флейты. По мере продвижения вперед, по мере успешного развития творческой личности, скажем так, можно уже поставить себе цель приобрести более качественный и более дорогой инструмент. Так что вот примерно такой вывод я сделал, просматривая сегодняшние наши интернет-страницы. Хорошо. Так как мы в этом ролике пытаемся сравнить две флейты, японскую и китайскую, однозначно, что флейта Yamaha стоит дороже, чем китайская флейта. Это безусловно. Поэтому встает вопрос перед многими начинающими, какую флейту купить. И они об этом думают. И многие наверняка сомневаются, стоит ли им покупать китайскую флейту, а вдруг она окажется ненадежной. Потому что после моего обзора китайского саксофона я получил очень много негативных отликов. И очень многие музыканты его очень сильно ругали и говорили, что через 2-3 года от него ничего не останется, ни рожек, ни ножек. И вообще он развалится на части. Отвалится клапана. И в общем тогда можно будет бегать и кричать, что все пропало. Но не знаю, вот этой флейте я уже говорил, ей больше 15 лет. Я купил 15 лет назад, практически не пользовался. Иногда доставал, начинал осваивать. Потом, когда у меня появлялся какой-нибудь ученик, потом ученик исчезал, я ее обратно убирал. И она по-прежнему вполне себе в нормальном состоянии. Ну, сказать, что я чувствую какую-то огромную разницу, я не могу. Для дилетантов звук вот этих флейт, обеих, будет примерно равнозначен, и им будет трудно сделать выбор. И если бы я, например, не говорил, что это китайская флейта, а это японская флейта, а как бы вот играл, или вы смотрели с закрытыми глазами, просто пытались определить на слух, я не думаю, что вы бы сказали, да, вот эта, безусловно, флейта звучит лучше, эта японская, а эта флейта, безусловно, уступает ей, потому что она китайская. Из этого мы делаем вывод, что флейты по своим звуковым качествам не сильно отличаются друг от друга. Я бы не сказал, что китайская флейта уступает в звуке или в легкости звукоизвлечения японской флейте. Я бы так не сказал. Иногда мне даже кажется, что это наоборот, мне на китайской флейте даже легче. Но сегодняшний вопрос в нашей программе, возвращаясь к тому, с чего я начал, уже говорил, мы сравнивали две флейты, и ставился вопрос, можно ли начинающим ребенку купить дешевую китайскую флейту. Исходя из моего личного опыта, я могу сказать, что можно. Я протестировал вот эту флейту, и мою, и мне в руки попадались другие китайские флейты. Сказать, что они не годятся для работы, я не могу. Сказать, что они годятся для работы, я могу. Мне нравится вот этот инструмент. А цена у него, повторюсь, 150 долларов. В свое время это было просто смешно. Флейты начинались от... Я не знаю, раньше флейты были очень дорогие. Когда не было китайцев. Сейчас они тоже дорогие, но у нас есть альтернатива. Как в одном известном анекдоте про уток. Флейты начинались от... Так что делайте выводы. Решайте сами, если у вас есть лишние деньги. Если вы можете себе позволить покупать японскую флейту. Я всегда сторонник того, чтобы покупать более качественные инструменты. И всегда это говорю. Вот если уже у вас такой возможности нет, или вы, например, не уверены в том, что ваш ребенок будет на ней заниматься профессионально, вы не хотите выбрасывать большую сумму денег, то тогда вполне можно купить для начала китайский инструмент. который вполне себе неплохо в данном случае зарекомендовал. Прошел длительную проверку времени. Правда, не могу сказать, что прошел длительную проверку работы. Все-таки он больше лежал. Но тем не менее, как она звучала при покупке, так она звучит и сейчас. И более того, не отклеилась ни одна пробка. Что удивительно. Так что задавайте любые вопросы. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.